МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорить надо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГРУСТНАЯ ЗАСТАВКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Короче, смотри, Лен, я твоей бабушке хранил кое-что. Чемодан с личными вещами. Чего молчи, мама? Это было ваше оружие, да? Про стволы тебе мусора сказали, тем лучше. Смотри, Лен. Стволы не мои, а три будет их с меня. А где они сейчас? Я не знаю, наверное, в полиции. Полиция. А я твоей бабке башлял, чтобы мои вещи никогда у них не оказались. Это ясно? Угу. Вот смотри, Лена. Теперь ты меня должна. Яну, за что? А я из-за вас на лаве встрял. Из тебя миллион рублей. Я знаю, что на тебя есть. За что? Я не понимаю. Я же не виновата, что был взрыв. Что в полицию забрали этот чемодан. Я не виновата. Ты ведь не хочешь, чтобы я тебе больно сделал, да? У тебя что, какие планы на завтра свободят? Я сам ля в полях. Я же босяка. Какие дела у босиков? Так пить, догулять. Там мужик, там этот мужик. Заня, подожди, подожди. Тихо, 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 тихо. Он сказал... Успокойся. Успокойся. Вот. А тебе рассказывай, что случилось? Там этот мужик, который в ночи пистолеты. Он сказал, что убьет меня. Он сказал, что вернется. Сказал, что вернется. И чтобы я деньги готовила. Освоил. Ты даже номер не разглядел. Из дома не выходи. Мы там ни слова с вами разберемся. Короче, если этот урод еще раз покажется, сразу же мне звоню для Антохи. Ясно? И не будешь ничего. Мы его найдем. Он тебя не тронет, я тебе отвечаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Всем привет. Я продолжаю рассказывать о жителях дома номер ноль. О покойниках, как нас называют. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сегодня я был на месте старого дома. И знаете что? А его больше нет. Теперь там вообще просто ровная площадка. А через год наверняка появится какой-нибудь торговый или офисный центр с модными кафе, магазинами. И всем, в общем-то, будет наплевать, что когда-то там была братская могила. Наши жизни просто сравнялись с землей. И нам теперь нужно научиться жить заново, с нуля. Как говорится, с чистого листа. Я обещал вам новую историю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас я расскажу о тех, кому реально нужно учиться жить заново. Это Вадим и его мама Марина. Вадим – один из немногих, кто выжил под завалами. Но теперь он прикован к инвалидному креслу. Самое ужасное то, что всего пару недель назад он считался лучшим баскетболистом района. В старом доме их квартира находилась прямо над нашей. И он даже дома постоянно тренировался с мячиком, стучал им. Катя что-то жутко бесила. А меня нет. И потому что я знал, что для него прекратить тренироваться то же самое, что прекратить дышать. Наверняка в своих мечтах он был на одной площадке с лучшими игроками планеты. А теперь он зритель. Просто зритель. Придется сегодня покататься. Какой маршрут? Ну, заскочим пару тройку в месяц. С пацанами по базаре. Может, кто знает, где этого козла искать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, здорово, братан. Женя без беспокоя. Да, откинулся, как сам. Слушай, у меня к тебе дело есть. Надо человечка найти. Прости, брат, не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, Сереж. Нам это ни к чему. Ну, может быть, таким образом вы деньги на лечение соберете? Спасибо, но мы пока справляемся. А потом, я не верю во все это. И мы что, звезды какие-то? Кто нам станет помогать? Станут. Вот, смотрите, что пишут в комментариях. Соболезнования. Слова поддержки. Есть люди, которым это не безразлично. Их не так мало, как кажется. Посмотрите. Не знаю. Не знаю. Я согласен. Он прав. Хуже уже не будет. Не знаю. Не знаю. Не в курсе. А вот номер мобила выцепить можно. А ты знаешь? Где этого Орехова? Там его братва обитает. Где этого Орехова? Ага. Только учти. Зима хоть и шалупонь, но с пробитой башней. Напрочь. Отмороженной. Да, впрочем, как все курганские. Ладно, разберемся. Давай. Осторожней будь. Ну, что там? Ну, все, ништяк. Теперь знаем, где его искать. Осталось найти железные аргументы. В смысле? Ну, ствол, обрез. Любая дура подойдет. Что, без этого никак? Без этого никак. Ты же не на детский утренник собрался, правда? Ну? У меня травмат есть левой. Как в гараже спрятан, ногу б я не поджал. Ну, хочешь надо. Ну, погнали. А отца своего ты помнишь? Отца? Помню. Он погиб, когда я еще мелкий был. Он тогда в армии служил. И на учениях один из его солдат случайно гранату убрали. И батю он тогда спас всех. Коля своим телом гранаты накрыл. Он для меня герой. И всегда им будет. Я бы так не смог, наверное. Ну, думаю, никто бы не смог. Вот так вот за секунду решиться. Ну, а ты сам? Что ты будешь делать? Надо же как-то на ноги ставить. Ты же будешь бороться? А смысл? У тебя с ним бывает. Ты уже вышел. Разве это не чудо? Давай что-то не случается. Живой и ладно. Аня. Не знала, что ты любишь подглядывать. Да не подглядывала я. Только зашла. Ты зачем это смотришь? Просто так. Думаю о всяком. О чем, солнышко, ты думаешь? Да просто если мне так паршиво, то я даже не представляю, что он сейчас чувствует. У него ведь тоже отца нет. Еще инвалидом стал. Жесть. Ой, тяжело. Очень тяжело. Нам всем тяжело, понимаешь? Горе оно не делится на большее, на меньшее. Оно для всех одно. Надо как-то попробовать пережить это. Как-то перетерпеть. И все наладится. О, здорово. Здрасьте. Все в порядке, Горик? А вам какое дело? Ну, может быть и никакого, в зависимости от того, что случилось. Это бесит меня просто, что мой брат с какой-то шаловой дома кворкается постоянно. Ну, это не велика беда. Да? А то, что она его на деньги разводит? А он не сечет нифига. Только от одной разводила избавились, тетка наша. И теперь эта появилась. А почему думаешь, что разводит? Да потому что смски я его читал. Вообще человека не знает. Три дня общаются. Уже сто пятьдесят косарей с нашего счета сняли. Это нормально вообще, что человек без какого-либо повода столько бабок просит, а? Ну, вообще нет. Ну, вот. И я о том. А ему говорит бесполезно, у него мозги в одно место ушли. Да потому что не с ним надо разговаривать, а с ней. Поедине. Адрес, ее сможешь достать? Да. Ну, что, скатаемся? Мечта. 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 С toilet. А-а-а! Здесь, жди. И что? В какой больничке лежит наша мама? Давай сгоняем проведаемые после тяжелой операции. До свидания. Куда иди. Я не закончила. Короче, так. Сейчас отдаешь нам все Лешине деньги. И навсегда исчезаешь из его жизни. Сосала? Он мне их сам отдал. А ты ему кто такая? Два раза не повторяю. А то что? Да пошла ты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, круто вы ее. Никогда не видел, чтобы девчонки так лупили. Ну, обычно заволосы там. Колено. А вы где-то там учились? Жизнь научила. Что у вас за жизнь-то такая? Тяжелая. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Горик, я походу такую фигню сделал. Чего такая? Я Оле денег занял, а она ни трубку не берет, ничего, походу кинула. Ну, я не кинула. Она заходила час назад, тебя просто не было. Деньги принесла все. Они в комнате лежат. Вот. Прошила передать. То, что нет у нее никакой больной матери. Что она просто разъяснить тебя хотела, но в конце концов у нее духа не хватило. Вот. Нашла себе новенького какого-то чувака, которого она кидать будет. И просила еще тебя ее забыть. Да ладно, что ты, не переживай. Будет еще. Ну, чего я здесь тупик? Расслабься ты и сиди, жди. Чего эти еще бараны уперлись, сигналисты? Каммобилисты. Вот это нам фортануло. В смысле? Так это же съема, за которой мы приехали. Давай, 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 а то уйдет. Каммобилисты. Каммобилисты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Да я тебя, тебя, и тетку вашу дровить буду. Здравствуйте. А вам кого? Ты меня не узнаешь? Простите, нет. Я Ира. Твоя мама. Ты, наверное, меня не такой себе представляла. Да? Я... Я вообще не знала, что ты жива, мама. Я так и знала. Бабушка не хотела, чтобы мы с тобой виделись. Ну, почему? Я ее не сужу. Я в своей жизни столько глупостей понатворила. Сначала пьянки-кулянки, потом мужики, ублюдки. Потом наркотики. Я вынуждена была вас бросить с матери. А потом тюрьма. Когда освободилась, возвращаться было некуда. А? Почему ты не вернулась к нам? Бабушка не хотела, чтобы мы увиделись. Она берегла тебя. Может, это и к лучшему. Вряд ли бы ты обрадовалась бы увидеть меня в тот период. Вы не должны были от меня скрывать. Ты здоровья, ты береги, может, тебя будут угостить, пока ты нам все не скажешь. Ну, что ты? Что ты упертый? Как бы их взорвали, да? Какой-то урок. Ты вообще отбороженный, да? Тебе не больно. Была взорчатка, ну? Ну, сейчас ты мне все расскажешь. Не спи, не спи, не спи, слышишь? Старый чё, чё, не спи. А ну, поди сюда. Ну, воражь. Ну, посиди. Сейчас, сейчас мы на тебе трубу чистим будем. Балатуйся, ну! Да я гранаты, эвки и стволы еще. Ну, что? Вон, что гнида пластит был, а сам осколки видел. Ну, давай еще о ней. Мир, мир! Это хрена не мне, я ведь не торгую. Вот вы уроды меня предъявляете, сами не знаете, кто в подъезде ныкался. Я, тем, разбежались. Мы сначала тенку бабки отдаст, потом поговорим. Слушайте, если к ней придешь, я к тебе лично приду. Понял? Понял? Угопаю, падла! Понял, пассажир. Смотри, он еще живой. Я к тебе приду. К тебе приду. И к ней приду. Анна, валивай сюда. Надо бы шумели. Вот что с ним делать теперь? Я понимаю, не по понятиям. Давай его ментам сдать. Включим эти понятия. Девку жалко. Ну, посадят его. А где гарантия, что его гопники в ней не явятся? Давай, пошли. Давай, давай, давай. Стоять! Ты посмотри. Это же дебил, а? Ладно, погнали. Хватит с него. Погнали, погнали. Как бы он ни подохнул. И ты, товарищ, у нас с тобой переживет. Ну, вот. Я же говорю. Ладно. Со мной просится? Сиди, не дергайся. Погнали, погнали. Стоять! Вот, я особо не готовила. Есть только суп. Спасибо. Мама, а ты надолго сюда приехал? Не знаю, я еще не решила. А у тебя есть семья, ну, там, где ты жила раньше? Семьи нет, я одна. А тебя там что-то держат? Ты понимаешь, в провинции как-то спокойнее жить. Отвыкла от больших городов. Да и знакомых у меня никого не осталось. Одни умерли, а те, что живы, лучше с ними не пересекаться. Так что... Ты можешь жить здесь? Эта квартира больше, чем старая. Места должно хватить. У тебя своя комната будет, у меня своя. Мешать друг другу не будем. Спасибо, доченька. Машину повел Кюрзер. Не Бентли починим. Ну, ничего, куда дальше? Не знаю, Желаюич. Ну, я тоже. Поехали всем там куда-то вкусным. Да я бы с удовольствием. У меня встреча еще. Ну, блин, врут, да? Болитесь, твари! Убил птина! Врут, да? Ну, и что делать будем? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Твою мать! Я тебе говорю, надо было бы гасить сразу же. Так все, у меня достал. Тормози, тормози, тормози. Сворачивайся, ты! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слышь, солдат, ты же его убрал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Тотєє Не спишь? Собираюсь. Это мы с бабушкой в Крыму все лето там прожили. У ее подруги тети Сима жили. Мама... Систь 200 тысяч. Возьми их себе. За что? Потрать их на себя. Сходи в салон, купи себе одежды. Так много? У меня еще есть, мне хватит. Мне как-то неудобно. Ну, это же моя мама. СМЕХ ПО31 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПО31 СЛУХОВ ПО31 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Есть Наташа, Наташа. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Подожди, подожди. Я не могу так сразу. Я тебе говорю, что у меня страсти. Я что-то снимаю с только одним способом. Сейчас покажу. Привет, Аня. Слушай, ты извини, я реально не должен был без твоего согласия. Знаешь, я не хочу, чтобы ты думала, что я какой-то придурок, который решил пиар на крови сделать. Я простой диджей маленького районного радио. Звезд с неба не хватаю, ты сама понимаешь. Да и кому такой пиар нужен? Так ты зачем тебе этот бог покойников? Чтобы нас все жалели? Я хочу, чтобы наши близкие люди не оставались обычным числом в сводках новостей. Знаешь, как говорят? Число жертв увеличилось. Так вот, я хочу, чтобы все знали, что это были люди, а не 22 жертвы взрыва. Я думаю, что они заслужили пару теплых слов. Согласна? Согласна. Я про тебя никаких гадостей не писала. Не бойся. Я знаю. Мир? Мир. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опаздываешь, подруга? Прости, Вер, таксист придурок. Свернула не туда. Рассказывай, как все прошло? Ну, в этот раз вроде повезло. Адекватный попался. Так, поерзал немного, да спать завалился. Это хорошо. Вот. Держи. Здесь все в лучшем виде. И от тебя как договаривались. Вер, слушай, я спросить хотела. Насчет отпуска. Попахалась я что-то с этими папиками. Слушай, ты поработай пока. Я тебя взамен найду. А Вика? Кстати, где она, не знаешь? Уже в которую неделю не могу до нее дозвониться. Она домой уехала, к матери. Повидастся, привет скоро. Давай, пока ты одна, тебе же лучше, заработаешь больше. Все, на связи. Здорово. 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 Нет у меня ничего. Ладно, наши мужики брали, я тебя знаю. Нет, дядь, не вариант. Я больше этим не занимаюсь. Да я не скажу никому, ей-богу что-то, но задаю. Что он хотел? Тебя не касается, что он хотел. Ты придурок, Лёлик. Тебя посадят, меня в интернат заберут. Ты этого хочешь? Ну, спокойно, никто никого не посадит. Чувак просто замутить попросил. Так ты мне сказал, что ты завязал. Эй. Завязал. Я его с Тёмой сведу, они сами там свои вопросы порешают, как им надо. Придурок ты, Лёлик. Ясно. С торчками с какими-то тусуешься, лучше бы увлечения себе нормальное нашел. Угу. Какое? Мясных по району гонять? Крещалки орать? Да хотя бы так, ясно? Ну хочешь, сегодня с нами на мячик пойдёшь, а? Чё я там делать-то буду? В смысле? Да там реально веселуха. Мы всей бандой идём. Пошизим, повеселимся от души. Ну, ну. Ну чё дома-то тухнуть? Мамуль, я дома. Добрый день. Здравствуйте. А у нас гости? Меня зовут Виктор, я юрист. Представляю интересы вашей матери. Юрист? А что случилось, мам? Лена, вот ознакомьтесь, пожалуйста. Это исковое заявление на раздел наследственного имущества. В данном случае этой квартиры. Какой раздел, я не понимаю. Ирина изъявила желание продать свою законную долю. То есть половину этой жилой площади. И здесь есть два варианта развития событий. Либо разделить через суд, либо отказаться от этого. Естественно, будет лучше, если вы выберете второе. Но я вас оставлю. А вы тут всё обсудите. Всего хорошего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что ты делаешь, мам? Мне очень нужны деньги. Я уже дала тебе деньги. Это мало. Мы продадим эту квартиру, и ты купишь себе что-нибудь поскромнее. Зачем ты так со мной? Это же подло. Я уже приняла решение. Мне жаль. И вообще, если ты хочешь знать правду, твоя бабушка всё это время платила мне деньги, чтобы я держалась от вас подальше. Мама, скажи, ты хоть когда-нибудь меня любила? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я была занята. И чтоб ты понимала эта доля, всё, что есть у меня в этой жизни. А я? А как же я? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ахаха-ха! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово, ребят! Здорово всем, здорово! Здорово, здорово! Это мой брат Клеоха. Прошу любить и жаловать, вроде парень нормальный. Твое дымо взял. Всё, взял ещё. Катюха с тром бы принесёт. Чё, зажжём, парни? Здорово! Денис Евгеньевич, он тут посетительница. Кто? Не знаю, она не представилась. Да куда вы? Слушаю вас. Вы кто? Считайте, что я из комитета обманутую жену. Откуда? Тебе что вообще от меня надо? Не хамите меня. И не тыкайте. Ладно. Вы. Что вам надо? Только в темпе. Мне времени мало. Думаю, на это у вас найдется время. Такого. А вообще, что такое? Вялая пародия на секс с вашим участием. Откуда? Что дальше? Дальше будет так, как я скажу. В противном случае это увидит ваша супруга. Да я тебя посажу за вымогательство. Сядь. Ты ничего не сделаешь. Еще раз откроешь свою пасть, сумма автоматически увеличится вдвое. Садись. Сядь. Сколько ты хочешь? Два миллиона. И триста тысяч сверху за то, что ты такой ублюдок. Сейчас. Гарик, смотри. Да, это же те, которые мне в прошлый раз голову проломили. Кто? Ну да вот. Свиньи вонючие. Эх, не честно. Толпой на одного. Мне почему не сказал. А что бы ты сделал? Ребят, предлагаю напасть, разнести, так сказать, встретимся на стадионе. А мне тут не отходило. Да, конечно. Здарем мясо комбинат! А мне тоже? Здарем мясо комбинат! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Лен. Здрасте, теть Маш. У тебя муки нету, а то мы с Анькой пироги решили испечь, а мука закончилась. Вы заходите, теть Маш, я посмотрю, где ты была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты одна? Да. Ну, говорят, к тебе мама приехала. Она уже уехала. Так быстро? Да. Она не ко мне приезжала. А к кому? Долю в квартире оформляла. На меня и плевать. Лен, подожди, может быть, ты ее неправильно поняла? Да нет, все правильно. Она мне это в лицо сказала. Господи. Вы за меня, теть Маша, не переживайте. Уж на окно-то я точно больше не полезу. И вообще, я сейчас по-другому начала на жизнь смотреть. Я хочу быть счастливой. И никто мне в этом не помешает. Слушай, ну я наорался, это просто, блин. Разговаривай, опять сейчас трудно, горло болит. Да ты кричал там больше всех, потому что. Ну, Баян, мячик-то был, блин, четыре банки во втором тайме. Это надо? Я же говорю, что тебе понравится. Мне понравится, ты. Когда там следующий день? Шестого выезда. Ну все, день. О-о-о. Хеллоу. Валер, как ситуация? Ну все, это с Левей. Да, по-любому. Пацаны. Так. Из-за меня все. Взошел я. Ну все, понеслось. Дядь Миша номер два. Виноват. Тихо-тихо. Ой, так-так-так-так-так-так-так-так. Тихо-тихо-тихо. Из-за меня все, я все. Мой. Мой косяк. Из-за меня все произошло. Что? Разрыв.